Ребята, снова всем привет! Facebook меня уже лично не перестает удивлять. Значит, у меня уже целый сериал записан по поводу восстановления аккаунтов в Facebook. Значит, сегодня мне подписчик прислал очень интересное сообщение, заскринил его. Сейчас я вам его покажу. Ребята, ну а перед тем, как показать, если вы впервые на моем видеоканале, оформляйте подписочку, задавайте свои вопросы в комментариях под видеороликом, либо пишите в мою группу ВКонтакте. Я стараюсь всегда всем отвечать и помогать. Значит, вот посмотрите, буквально последние два дня я записываю только видео про Facebook. Значит, сегодня получил вот такое вот сообщение от подписчика моего YouTube канала. Значит, что тут в этом сообщении? Подтвердите свой аккаунт, запишите видео с собой в кадре. Для подтверждения того, что вы реальный человек, вам нужно записать видео селфи. Подвигайте головой во время записи, чтобы ваше лицо было снято под разными углами. С помощью этого видео мы проверим, действительно ли этот аккаунт принадлежит вам. После этого мы удалим видео. Оно никогда не появится в вашем профиле. Дальше вот кнопочка есть записать видео. То есть, по идее, ее нужно нажать эту кнопку и записать видео. Дальше. Я так понял, как оно будет записываться. Сейчас не пойму. То ли через веб-камеру ноутбука, или через портативную камеру, которая будет установлена. То ли как-то вы отдельно должны записывать. Если честно, вот с такой формой восстановления я ничего не сталкивался. Поэтому отпишите в комментариях, как происходит вообще дело. После того, как вы запишите видео, нужно нажать кнопку продолжить. Дальше что будет происходить? Дальше будет происходить следующее. Вот такое вот сообщение. Мы получили вашу информацию. Если мы снова придем к заключению, что ваш аккаунт нарушил наши нормы сообщества, он останется отключенным. Мы стараемся обеспечить безопасность пользователя на Facebook. До завершения проверки вы не сможете использовать свой аккаунт. Значит, что это означает? Вы отправили видеоролик. Записали свое селфи, покрутили голову, отправили в Facebook. И появляется вот такое вот сообщение, где сказано четко. До завершения проверки вы не сможете использовать свой аккаунт. Теперь возникает вопрос следующий. Сколько будет по времени длиться проверка? Сейчас вот ситуация такая с ковидом. Они это сообщение публикуют на официальном сайте. И в сообщении говорится о том, что будут происходить задержки в проверке документов, вот этих вот видеоселфи. Вот, поэтому сроки знает конкретная только поддержка Facebook. Как проверят вам, так и отпишутся вам. Или вы получите какое-то уведомление в своем аккаунте. Поэтому имейте в виду, что после записи этого селфи будет несколько дней идти проверка. А может быть и месяц, ребята. Я не знаю, сроков я не работаю в Facebook. Теперь по поводу этой проверки. Ну вот реально. Раньше, в принципе сейчас, да, есть возможность загружать просто фотографии своих документов. Но теперь Facebook идет по ходу дальше, да. Теперь нужно селфи записывать, чтобы они смотрели на вас, как вы крутите головой, чтобы они как-то вас идентифицировали. Теперь вопрос следующий возникает. Если, допустим, у человека в профиле не его фотография, а просто какая-то картинка из интернета скачанная. Каким образом будет происходить идентификация? Восстановит ли аккаунт? Не восстановит. Вот этот вопрос спорный. Но, скорее всего, ребята, мое мнение, что не восстановит. Если вы регистрируете себе профиль в Facebook, либо в какой-то другой социальной сети, допустим, ВКонтакте, Одноклассники. Создаете почту где-нибудь в Mail.ru, или в Яндексе, или где-то еще. В общем, где вы регистрируетесь, вы должны указывать свои реальные данные. То есть, свое фамилия, имя, отчество, точную дату рождения, точный город проживания, реальную фотографию. И при возникновении вот таких вот ситуаций вы сможете восстановить свой профиль без проблем, предъявив определенные документы, которые они требуют. Даже как здесь в Facebook, они требуют уже записывать селфи. Не знаю. Давно такое нововведение? Как бы давно такая процедура проверки? Или это реально новая какая-то фишка у Facebook, чтобы подтверждать личность? Отпишитесь в комментариях, потому что лично я с этим впервые сталкиваюсь. Это благодаря подписчику, что отправил мне этот скрин. Теперь я понимаю, что есть такой вид проверки даже. Поэтому, ребята, старайтесь везде указывать свои реальные данные. Если вы от кого-то прячетесь, если вы не хотите светить свои данные, то вариант номер один – это заводить, допустим, страницы в социальных сетях, указывая другие данные, не знаю, законом сейчас разрешено ли это или запрещено, скоро будет. Но, опять же, вы должны быть готовы к тому, что при возникновении вот такой вот ситуации вы потеряете свой профиль. То есть вы должны заранее знать, что вы потеряете страницу. Если вы не боитесь, не шифруетесь, не прячетесь ни от кого, то, конечно, заводите страницы на свои реальные данные. Что, собственно, как бы поможет вам в будущем при таких вот видах блокировки. Теперь дальше поехали. Теперь внимательно, ребята. Вот я записал вчера видео. Значит, ваш аккаунт заблокирован в Facebook. И в этом видео я рассказал, что сам Facebook может глючить. То есть, вот как здесь вот на снимке, да, вот эта кнопка, допустим, записать видео может не появиться. Кнопка продолжить может не появиться. То есть, обратите внимание на вот это видео. Здесь я рассказал, что нужно будет почистить куки и кэш вашего браузера и т.д. и т.п. Поэтому обязательно посмотрите. А также обязательно уделите внимание вот этому видосу. Мне очень часто пишут сообщения о том, что вот у меня нет паспорта. Как подтвердить личность, что делать. Не обязательно подтверждать личность именно паспортом. Есть еще набор документов, которые Facebook принимает. В этом видео я тоже об этом подробно рассказал. И теперь открываю любое из видео про Facebook. А также в этом видео будут полезные ссылки для вас. Вот смотрите. Открываем описание видео, либо открываем первый закрепленный комментарий. Там одно и то же. И вот здесь, видите, штрих пунктирует такой вот есть. Вот от сих и до сих. Вот здесь я указываю полезные ссылки для вас. Если вы будете пробовать разблокировать свой аккаунт. Здесь я все подробно расписал. Прочитайте этот текст внимательно. Дальше. Пройдите по всем ссылкам. Не спешите. Делайте все обдуманно. Все вы поймете. Бывает подписчики мне пишут. Вот я не понимаю ничего из твоего видео, из твоего описания. Вот помоги. Я тебе дам логин и пароль. Я тебе заплачу. Только восстанови мне аккаунт. Вот специально для таких людей есть текст. Внимание. Ребята, с просьбой помочь мне не пишите. Я вам не помогу. У нас разные IP адреса и разные устройства. А также предоставление данных третьим лицам запрещено правилами социальных сетей. И не только. Вам нужна только служба поддержки. Техническая поддержка Facebook. Ребята, надеюсь вы меня поняли. Поэтому все восстановление идет за вами. У вас есть определенные устройства. У вас, допустим, вы заходите с определенного смартфона в Facebook. Или планшета. Или с ноутбука. Или с компьютера. У вас совсем другие IP адреса. У вас совсем другие устройства. Желательно при восстановлении ничего не менять. То есть заходить именно с тех устройств, с которых вы обычно заходили. Чтобы поддержка, чтобы техническая поддержка понимала, что хотя бы вы заходите из этих устройств. Чтобы уже было минимум вопросов к вам. Поэтому, соответственно, запрещено правилами передачи информации третьим лицам. Я являюсь третьим лицом. Поэтому мне не нужно сообщать логин и пароли. Вы можете просто прочитать вот эту инструкцию. Если она вам поможет. Если вы восстановите аккаунт самостоятельно. Вы можете просто в знак благодарности. Это вот есть у меня ссылка на донат. Вы можете просто отправить какой-либо донат. И все. Значит, ребята. Вот такая вот информация. Надеюсь, вы все поняли. Надеюсь, я все доступно объяснил. Еще раз повторюсь. Напишите, пожалуйста, сталкивались. Новая это проверка личности. Или это уже проверка личности была. Чтобы записывать селфи. Показывать себя на камеру. И отправлять это видео. Чтобы Facebook проверял вас. Являетесь вы хозяином. Или хозяйкой аккаунта. Или не являетесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А также еще сообщите. Как эта процедура дальше проходит. Отправили вы видео. Какие у них возникают вопросы. Принимает это видео. Не принимает. Если у вас были, допустим, другие данные в профиле. И вы отправили данные, а другая фотка в профиле. Вы отправили это от видео. Сработало ли это восстановление. Или вам отказали в восстановлении профиля. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно это все прочитать. Если есть возможность, вы можете отправить прям снимки с экрана. Вот как сделал подписчик. Я запишу очередное видео. То есть сообщу людям о том, допустим, что проверка таким образом не проходит. Да, если различные данные в профиле. Эта информация поможет другим людям как бы побыстрее восстановить свой профиль. Либо не тратить время на восстановление своего профиля. То есть как-то так. Ребята, всем спасибо. Оформляем подписочку. И всем до новых встреч. Пока. Продолжение следует.